Привет-привет, мои дорогие зрительницы, мои чудесные девушки-очаровашки. Сегодня будет видео, посвященное одному чудесному средству. Это корректор для бровей серии The One от компании Oriflame. Такой красивой коробочке. С вами Лилия Донскова. Да, с вами Лилия Донскова, как обычно. Итак, почему именно этот корректор? Потому что многие задают вопрос, а как быть, если вдруг такая ситуация оказалась, что у вас нет косметики практически никакой, а нужно срочно сделать классный макияж. Я вам покажу, как с помощью вот этого одного единственного средства можно сделать красоту. Но прежде чем мы приступим, конечно же, нужно привести лицо в порядок. Нам нужно будет немножко тона и основа по тону. Как всегда, я начинаю с праймера, тоже из серии The One. Очень люблю эту серию. Беру маленькую капельку праймера для того, чтобы выровнять кожу и подготовить ее к нанесению тонального средства. С помощью праймера, когда наносится тон, кожа выглядит совсем по-другому, если же, например, мы не используем праймер. Не бойтесь работать своим лицом, это же ваше лицо. Оно такое классное. Мы просто его делаем более привлекательным с помощью косметики. Подчеркиваем свою красоту, черты лица выделяем более так, чтобы они эффектно выглядели. Следующий шаг – это тон. Будем использовать сегодня тоже тон из серии The One. Люблю его, потому что он таким тоненьким слоем лежит на лице. Называется Аквабуст. Код крема вы потом увидите под видео в комментариях. Пушистой кистью набиваю немножко тона и распределяю по всему лицу. То есть лицо у нас как палитра сейчас, да, мыло, или не как холст. Мы берем, раскрашиваем холст, выравниваем его, чтобы потом положить краски. Работаем обязательно с кожей вокруг глаз, прорабатываем все. И тон мы как будто бы растираем, скидываем его в стороны, уводим волсяной покров. Люблю работать с кистью, потому что идет как бы самое наименьшее натяжение кожи. И тон ложится очень тонким слоем. Кстати, расход тона тоже очень маленький, когда работаешь кистью. Рабатываем также в бровях, чтобы нигде не было у нас таких вот незаполненных участков. Если вы считаете, что хочется сделать тон более глубокий, более плотный, берем еще одну каплю тона и вторым слоем пробегаемся по самым таким проблемным местам. Мне, например, хочется сделать более ровный тон на щечках. Так, все проработали, просматриваем все лицо. И нам нужна будет такая вот плотненькая кисточка для того, чтобы чуть-чуть поработать с корректором. Сегодня тоже будут корректоры серии The One. Я беру маленькую каплю корректора, его много не нужно. И уже сверху по тону, набирая чуть-чуть на эту кисточку, мы проходим участки, которые нужно скорректировать. Например, это вот эта вот венка, которая находится во внутреннем углу глаза, на переносице. Мы ее так прячем. Таким образом убираем темные круги под глазами. Ну, у каждого своя где-то там венка расположена. Может быть, у вас нет ее. Может быть, нужно будет чуть-чуть больше корректирующего средства. То есть вы смотрите по своей ситуации. Все, аккуратненько все сделали. Так. И немножечко вот на эти пятнышки я положу средства, чтобы их перекрыть. Можно пальчиком прихлопнуть по краям, растянуть это средство, чтобы его не было видно совсем. Вот так вот. Корректор, он светлее, чем тон. И поэтому его можно положить на носогубные складочки. Потому что он светлый, а светлое все увеличивает, расширяет. И как бы визуально получится, что мы складку этого вытащили. Можно это также делать с карандашом светлым. Но быстрее получится вот таким вот корректором. Как бы визуально мы вот это место вытащили. И это такой легкий лайфхак из антивозрастного макияжа. То есть все, что нам нужно вытащить, мы вытаскиваем. Например, вот если есть морщинка между бровями, то мы тоже ее делаем светленьким. И таким образом она у нас вылазит. И морщинки нет. Так, все, даже корректора лишнего немножко. Так, я довольна. Следующий этап. Мы берем пудру. Пудру я буду использовать рассыпчатую тоже серии The One. Немножечко я ее добавляю на крышечку. И уже пушистой кистью набираю пудру. И как легкой валькой наношу на все лицо. Если кожа жирная, например, или вам хочется запечатать макияж, вы знаете, что жара, то набирайте побольше пудры и делайте вот такие вот припечатывающие движения. У нас сегодня хорошая погода на улице. Мне не нужно такого сверхстойкого макияжа. Поэтому обойдемся тем, что есть. Далее мы приступаем к рисунку глаз. Я беру корректор для бровей. Беру пушистую кисть. Например, вот такую вот пушистую кисточку. Сейчас покажу ее вам. И набираю сначала светлый корректор, светлый оттенок. И наношу на веки. На эту подвижную часть, которая у нас открывается, закрывается. Немножечко корректора. Он абсолютно матовый. То, что сейчас у нас в тренде матовые тени, матовый макияж. Так вот, это самое оно матовое. Следующий оттенок мы берем более такой темный. Из этой же палеточки. То есть я беру более темный оттенок. И уже работаю вот с уголочками глаз. И прорабатываю вот эту складку. У кого нависшее веко, то очень классно будет как раз этими тенями. Сейчас возьму другую кисточку, более плотную. Чтобы убрать вот эту вот нависшее веко, мы аккуратненько проходим складочку. И очень важно еще сделать немножечко вот эту тень сюда кинуть. Чтобы у нас был как бы... То главное не переборщить. Здесь светлый лучший оттенок. Легкую тенюшечку. Мы рисуем такой контуринг. Потом брови когда нарисуем, будет все очень красиво. Дальше рисуем здесь. И вот очень важно вывести уголочек также. И очень важно пройти нижнюю часть века. Я возьму кисточку поменьше, чтобы лишнего не сделалось. И аккуратненько прокрашиваем. Вот если мы прищуримся, то у нас как будто бы вот здесь появляется такой небольшой мешочек, да, как бы припухлость. Вот чтобы это спрятать, мы сюда кидаем некую такую тенюшку. Получается, что у нас тень скрывает мешочек. У кого вот бывают такие вот отеки, там припухлости вокруг глаз. Мы аккуратненько кисточкой все это убираем. То есть как видите, ничего сложного я такого не делаю, чтобы было бы недоступно кому-то. То есть в корректор, две кисточки, две-три кисти. Вот, получается у нас такой рисунок. И чтобы прорисовать глаз до конца, мы можем немножко теней кинуть вот сюда, да, как стрелочку прорисовать. И пушистой же кисточкой я пробегаюсь. И вот тут будет, чтобы было сразу понятно, я прорисую брови. Мы с бровями аккуратненько работаем уже плоской скошенной кистью. Бровями можно повозиться подольше, чтобы они получились прям вау-вау. Сейчас тренды такие, что брови должны быть пушистые, более натуральные, густые. Поэтому прокрашиваем аккуратненько. Сейчас возьму зеркало, чтобы было удобнее. Это у меня далековато. Во мне, надеюсь, видно хорошо. И уже более темными тенями я прокрашиваю оставшуюся часть брови, вот этот хвостик. Самое главное, хвостик не опускать вниз. Бывает такое, что мы идем по линии, и она нас уводит вниз. То есть, если мы линии все кидаем вниз, то, соответственно, мы угол, да, глаза тоже опускаем вниз, внешний угол. И у нас получается такой усталый взгляд, усталое лицо. А нам это совершенно не нужно. То есть, мы, наоборот, все линии как бы поднимаем чуть-чуть вверх. Даже если это приходится делать иногда искусственно. Если вы хотите бровь расширить, то есть, сделать ее более густой, то проведите тонкую такую линию по нижней части брови. Вот и пошел рисуночек. То есть, бровь как бы визуально, она становится, видите, если сравнивать с бровью левой, то правая получилась более такая пушистая, широкая, прорисованная. И очень хорошо будет, если есть специальная щеточка, расчесать брови. Это поможет распределить тени более равномерно. Еще раз уложить брови хорошо. Вот, и я сегодня буду использовать воск из этой же палеточки корректирующей. У нас там есть скрытый ящичек, да, где у нас прячутся дополнительные кисточки. И мы воском зафиксируем бровь, чтобы она держалась. А то ветрено, чтобы ветер бровь не раздувал. Так, зафиксировали. Так, что мы делаем дальше? Еще раз теняем светленькими. Прохожусь. Сделаем коррекцию такую. Чтобы было незаметно. Который уходит в бровь. Как бы визуально нос уже выглядит более таким узким. И пушистой кистью для румян я сделаю тоже легкую коррекцию. Скульптурируем вот эту скулу. Так, и то, что у нас получилось немножечко излишнее, мы скорректируем пудрой. Пудра всегда нам в помощь, да? То есть вот получилась такая ситуация, что ничего нет, только корректор для бровей. Ну и вот мы с корректором с вами можем сделать все, что угодно. Выделить глаз, прорисовать брови, да? Сделать некую коррекцию лица. Вот что получилось. Так, и хочется прям немножечко светленьким добавить на уголок. Теперь завершенность некая есть. И так как у меня нос длинноватый, я также могу тенями чуть-чуть прикрыть пипку носа и вот нижнюю часть. И чисто визуально получается, что у нас нос укоротился. То есть мы его сделали узким и коротеньким. Чисто визуально так это выглядит. Ну и конечно же добавляем тушь. Тушь всегда берем, какую вы любите. Я люблю тушь 5 в 1. Мне очень нравится еще термостойкая тушь. Ну вот сейчас под рукой оказалась 5 в 1. У нее чудесная кисточка. Шикарно прокрашивает ресницы. А нам очень важно, чтобы ресницы были прокрашены хорошо от основания. И кисточка за счет того, что у нее очень есть малюсенькие щетинки, а с другой стороны длинные. Благодаря этому мы можем очень близко подкрасться к началу роста ресниц. При этом не затрагивая слизистую глаза. То есть мы не царапаем глаз. Аккуратно прокрашиваем основание ресниц. И выводим тушь вверх. Набираем еще тушь, пока первый слой подсыхает. Мы набираем тушь. Второй слой. И красим уже кончики ресничек длинной стороной щеточки. Где у нас длинные щетинки. И получается, что ресницы и длинные, и пушистые, и подкрученные. То есть мы получаем сразу эффект пять в одном, как и заявлено в туши. И хорошо прочесанные реснички. Вот ресницы отросли уже. Но не все. Вот в серединке чуть-чуть пробило. Обязательно красим нижние ресницы. Это важное условие, потому что иначе глаз как будто бы недораскрытый, пустой такой. А смотрите, конечно, по длине своих ресниц. Если они очень длинные, очень пушистые, не переборщите. А то получат такие кукольные глаза. Но легко оттенить реснички нужно обязательно. Вот такой у нас получился глаз. Скорректированный. Используем только корректор. То есть брови, брови, скульптуры, щечки. То есть мы обошлись без румян, без теней. А единственное у нас было два средства. Это тени и тушь. И я хочу еще один слой дать на реснички. Конечно, если у вас палитра позволяет, да, и вдруг обнаружилось в косметичке еще какие-то оттенки, можно, конечно, теней добавить даже поверх этого макияжа, немножечко разнообразить. Сделать более яркие тени под глаза или под одежду, да, какие-нибудь в уголочки добавить чуть-чуть цвета. Ну, вот так у нас получилось с вами такой макияж. Посмотрите разницу, да? Ну, то есть ощутимая есть разница, хотя макияж очень легкий, очень тонкий и ничем не перегружен. Сейчас я сделаю уже второй глаз быстренько, сама на ускорение. А вы пробуйте уже делать свой макияж со своим корректором. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Итак, для макияжа мы использовали сегодня только корректор из серии The One, компания Reflame. Мы его использовали и на бровях, и на глазах, также для коррекции лица. А вот только я не сделала еще одну щечку. Немножко сейчас подправлю. И осталось накрасить губы. Опять же, по ситуации, если есть помада, классно. Если помады нет, то можно использовать только один карандаш. Супер. Я возьму карандаш серии Giordani. Такой классный карандаш. Мудовый цвет. Такой, как макияж в целом. То есть такой мягкий, спокойный. И матой. И матой. И вот теперь макияж готов на 100%. Все, можно отправляться по делам. Такой стильный, спокойный, интересный макияж. Быстро, за 5 минут. Если есть вопросы, как всегда, пишите, спрашивайте. Или какие-то пожелания, может быть, у вас есть. Если макияж понравился, ставьте лайк. И до новых встреч в наших видео. С вами была я, Лилия Донскова. Пока-пока. Вопрос в том видео.